Гость в студии на радио Камчатка Александр Горбунов Александр Горбунов Александр Горбов Александр Горбов Александр Горбов от полуострова ну поскольку второй раз у меня конечно же я по-другому смотрю не первый взгляд и мне конечно очень нравится все что вокруг невозможно невозможно на любоваться невозможно перестать удивляться я поскольку очень активный виду образ жизни я уже много где был еще мне огромный список мест которые надо посетить что я еще открываю для себя конечно это фантастическое место и я завидую тем кто может каждый день это видеть завидуйте нам завидуйте мы очень рады скажите пожалуйста александр как в вашем случае восхитились безусловно безусловно нет слов потерял дар речи хотя я тоже из города тары это красивая природа но там в основном хвойные леса но здесь сопки морской воду до вулканы то есть дышишь и не можешь надышаться пьешь эту природу и не можешь напиться очень многие не только жители полуострова но и приезжие говорят что как раз таки в природе и красоте нашего края они черпают вдохновение когда что-то творят и делают но вы в первую очередь творческие люди и вы а здесь на камчатке чтобы дарить это самое творчество всем моим землякам и гостям полуострова давайте перейдем к спектаклю антигона который сейчас репетируется на сцене камчатского театра драмы и комедии чем связано выбор с чем связан выборами на такой пьесы почему именно вы его ставите может быть у вас какая-то особенная связь с теми временами и так далее ну и конечно же про исполнители главных ролей тоже два слова расскажите каким образом происходило это распределение но потом вы поделитесь своими эмоциями и впечатлениями от назначения на роль клеона почему ставлю именно я я думаю это вопрос не ко мне а скорее к руководству театра почему этот материал тут всегда очень сложно отвечать на этот вопрос хотя его всегда задают когда ставишь какой-то спектакль всегда журналисты спрашивают почему именно этот материал и каждый раз я увиливаю от ответа потому что на него никогда нет однозначного ответа на этот вопрос режиссеры как правило если это не режиссеры которые ставят какие-то определенные задачи перед собой или выполнять чью задачу они как правило выбирают материал с которым происходит какое-то соединение на эмоциональном уровне и ты просто чувствуешь что этот материал отвечает на те вопросы которые ты в этот момент задаешь сам себе пространство там и так далее поэтому этот материал он попадает конкретно в тебя и ты чувствуешь его актуальность можно безусловно там говорить о том насколько материал актуален там очень очевидно для для каждого актуален там сегодняшний день но я думаю что это лишнее потому что каждый придя сам это увидит я его выбрал потому что я так я так чувствую и объяснять это нет никакого смысла и не надо пускай на самом деле зрители придут и каждый для себя ответит на этот философский вопрос совесть и закон и важно что душа еще важно что современный театр не дает однозначного ответа и не говорит о том что вот нужно понять вам посмотрев спектакль конечно тем очень много и каждый зритель найдет может быть диаметрально противоположные ответы на те вопросы которые у него возникли и театр современный театр разъединяет зрителей он их не объединяет потому что каждый зритель уходит с чем-то своим и я не отвечаю на этот вопрос о чем например я хочу говорить не артистом точнее я могу ответить но я могу я если отвечу артистом этот вопрос я предлагаю им очень много тем чтобы они взяли ту которая им ближе и точно так же зрителям я не хочу сказать вы смотрите спектакль об этом и посмотрев о чем-то другом они подумают либо я что-то не понял либо я нет я не нашел от то чем говорил режиссер это свободно тогда мой второй вопрос о чем спектакль снимается мы сейчас с александром поговорим о но я вот александр ответить да ну хорошо но я хочу сделать небольшую ремарочку что вы конечно же понимаете о чем говорите на миллион процентов потому что выдает далеко не новичок в своем своей работе своем творчестве у вас на множество наград и за спектакли и за короткометражный фильм даже есть награда в 2021 году вами полученная и образование у вас выше и что мне вот очень понравилось что вы учились у виктора ржакова а мы его помним все прекрасно он у нас работал в театре и всегда была радостная встреча с ним и с его обстановками так что у вас уже такой вот аванс есть от нас от зрителей от театралов и так александр вы можете ответить о чем этот спектакль но по крайней мере о чем ваша роль что вы для себя поняли и какую траекторию движения в этой роли вы для себя обозначили ну ответить ответить опять же как георгий сказал однозначно нельзя действительно пьеса затрагивает много тем это и конфликт мировоззрений поколений какой-то внутренней свободы лично для себя могу сказать по роли то есть во первых роль мирового уровня которую я думаю хотят играть хочет играть любой актер вам повезло мне повезло да здесь спасибо за такой шикарный аванс георгию ну с георгием мы работали может быть поэтому какой-то для меня это тема о человеке о о его борьбе между какой-то совестью и долгом вот об этом можно опять же трактовать по-разному что важнее что что не важнее но я думаю зритель придет и опять же чем отличается мировая все-таки драматургия не будет однозначных ответов мне кажется это так здорово когда ты уходишь со спектакля у тебя еще остаются вопросы и ты начинаешь искать на них ответы начинаешь обсуждать начинаешь читать может быть кто-то даже захочет и познакомиться с первоисточником да прочитать эту пьесу и возможно придет еще раз пересмотреть да совершенно верно задача артиста когда он работает над ролью даже если он играет роль антигероя что в случае с александром я правда с его вот как раз то что он не согласен это хорошо он пытается оправдать антигероя и поэтому артист тоже не всегда может ответить на вопрос о чем он себе ставит немножко другие задачи александр но негодяев кстати очень часто любят публика любит поэтому на вашей стороне думаю что будет большинство я буду спорить опять с георгием в очередной раз здесь нет положительных и нет негодяев то есть я могу вычленить все прекрасные качества крион это ответственность это плохое качество нет это трудоспособность это воля антигоны то есть противопоставление это опять же то есть он столкнулись и чувственность то есть это эмоция это можно спорить хорошо или это или плохо не будем спорить я как адвокат и прокурор буду опять же свою роль вначале посмотрим а 15 и 16 марта состоится премьера этого спектакля и кстати этим же спектаклем коллектив отметит свой традиционный праздник международный день театра билеты можно приобрести на сайте театра а также в кассе в самом театре телефон для справок 42 02 94 вашу противоположность женского пола играет елена сташевская замечательная актриса очень красиво очень пластичная очень музыкальная кто еще задействован в этом спектакле расскажите лена сташевская играет роль антигоны как раз еще у нас у нас не такой большой актерский состав и смену сестру антигоны играет анастасия божевская стражника играет вадим бондаренко вадим бондаренко да весь человек новый поэтому кого-то по фамилии не помню демон степан камелин и кормилицы у нас две но да они будут меняться это зои серафимовна янышева янышева и татьяна григорьевна артемьево все разобрались а также еще конечно же музыку и конечно же да чуть не да 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 что то я стал вспоминать фамилии все из головы вылетела еще конечно у нас есть еще одна актриса у которой самая интересная роль потому что у нее нет ни одного слова это светлана дударева и она будет играть можно сказать и тогда она играет мою жену жену криона которая будет как раз да в образе греческой античной статуи ну надо же ну круто круто уже прям заинтриговали хочется посмотреть надо сказать что музыку к спектаклю написал специально композитор арман гущан также еще работала над этим спектаклем художник надя скамарокова ну и такой вот простите мне за современный сленг фишечкой этой постановки станет новое музыкальное решение потому что участие в этом спектакле примет камчатская хоровая капелла в постановке задействованы 27 певцов исполнителей и дирижер капеллу слушайте ну такой микс классный да мы хотели поскольку ну хотя а ну и мы вставим это важно не знаю не помню упоминали вы об этом или нет но мы не мы ставим пьесу а ну я а не оригинал это важно но тем не менее в древнегреческой трагедии всегда присутствовал хор и несмотря на то что эта пьеса ну я все равно тем древнегреческой трагедии мы решили эту традицию сохранить и арман гущан композитор с которым я очень много работал мой друг и единомышленник написал музыку для хора которую они будут исполнять только в отличие от древнегреческого хора в нашем почти 30 человек там было гораздо очень масштабно надо сказать и я думаю что это будет действительно величественно интересно и незабываемо по впечатлениям и по эмоциям 16 плюс спектакль соответственно но уже более взрослое поколение подростков так скажем может на него приходить еще раз напомню что билеты доступны на сайте камчатского театра драмы комедии в кассе театра также но вы сейчас можете обратиться к ко всем слушателям 99 процентов из них я уверена это как раз таки публика театральная который не только слушает радио камчатка но и ходит на спектакле единственного местного камчатского театра драмы и комедии поэтому обратитесь пригласите и все что хотите в завершении нашего интервью все что лежит у вас на душе и на сердце пожелать тем кто нас сейчас слушает ну что ж я хочу сказать что во первых сегодня время нового папаса поэтому мы как раз попадаем в эту тенденцию и я приглашаю всех жителей камчатки и гостей петропавловск камчатского посетить все таки наш спектакль потому что я не хочу хвалить себя дай бог что кто-нибудь может быть найдется кто-то потом сделает на то время покажет но я хочу похвалить людей с которыми работаю на диск марохова мне кажется выдающийся художник которым я уже поставил много спектаклей и она с таким вкусом и такими смыслами создает декорации и костюмы сценографию в которой живут потом наши спектакли артисты что это просто нужно поспорить и увидеть придем и и арман который написал серьезнейший композитор к за плечами которого очень серьезные работы и которые исполняют большие европейские оркестры симфонические написал для нас замечательную хоровую музыку поэтому вот только хотя бы ради этого стоит а тем более текста текст который играют замечательные артисты и текст который если кто-то не читал и не знаком с ним должен конечно знать потом может быть захочется перечитать софокова но даже этого будет уже достаточно для того чтобы познакомиться да да и и начать думать о таких серьезных вещах пожалуйста вам слово ну что я присоединяюсь георгию могу сказать приходите будет интересно а еще я забыл сказать мою всех упомянули кроме художника по свету люди не занимающихся театром не всегда понимают насколько это важная профессия потому что свет такой же выразительное средство как и все что мы видим на сцене и сегодня свет уделяется очень много внимания так вот владимир коваленко тоже мой часть моей команды с которым мы всегда работаем приедет к нам совсем скоро и подключиться и будет создавать красоту отлично спасибо вам огромное еще раз напомню что 15 16 марта состоится премьера спектакля антигона встречаемся все в камчатском театре драмы и комедии ну а подробности об этой премьере нам сегодня рассказали наши уважаемые гости режиссер постановщик этого спектакля георгий сурков и исполнитель одной из главных ролей александр горбунов огромное вам спасибо и до встреч в театре я думаю что до новых встреч в нашей фирмной студии спасибо гость студии на радио камчатка